Господин председатель, дамы и господа, для меня большое удовольствие и честь присутствовать здесь сегодня и представить вам новые европейские рекомендации, которые разработали по кардиостимуляции и рецинкардиозирующей терапии, которые разработаны совместно с Европейской ассоциацией кардиологии. Я хочу поблагодарить профессора Шляхта и оргкомитета за то, что нас пригласили и за то, что мы имеем возможность представить вам важные изменения, которые вы увидите в этом руководстве. Прежде всего, я был также одним из членов комитета по руководству. Мы занимались вопросом кардиостимуляции, рецинкардиозации. Здесь даны фамилии многих выдающихся ученых, известных коллег, которые также принимали участие в разработке руководства. Фактически, мы используем то же самое котирование, ту же самую градацию, что вы уже видели в рамках этого конгресса, предыдущим презентации, поэтому я не буду все рассматривать. Общая структура документа, который представлен вам, такова, он в основном касается двух важных областей. Прежде всего, это бардикардия, и мы рассмотрим показания современной кардиостимуляции, затем терапия рецинкардиозации. Эта область в основном изменялась в последнее время. В частности, я расскажу с вами показания и способ кардиостимуляции. И если будет время, я также расскажу, каким образом мы можем контролировать усложнение опыта. Давайте, чем с бардикардией. Основное изменение в этом руководстве, по сравнению с тем, что вы видели в прошлом руководстве, это то, что мы уделяем большое внимание клиническим параметрам. И на этом слайде вы увидите блок-схему, и мы считаем, что необходимо ее использовать в повседневной практике. Прежде всего, пациенты должны иметь либо персистентную бардикардию, либо перемежающуюся бардикардию. В зависимости от таких клинических появлений будет дана оценка, можно ли пациент иметь заболевание синусового узла или же ЭБИ-блок. И мы должны различать синусовый ритм и фибрилляцию предсидной. На конференции по перемежающей бардикардии мы хотим получать документацию от ССД, и мы включаем в эту часть также документы, если предполагается ССД на основании симптомов пациентов. Если мы посмотрим на документированные заболевания, то может быть какая-то внутренняя, перемежающая бардикардия, и мы считаем, допустим, что это пароксизм. Или, опять же, если у вас есть какие-то внешние причины, они могут быть связаны с диапатическими явлениями и не задиагностированы, не подтвержденные заболевания, связанные с рефлексией синкопии. А теперь важность изменений, которые связаны с прошлыми рекомендациями, мы подтверждаем важность того, чтобы проводить оседивность и теология из ДИШа. Если у вас есть документация при бардикардии с симптомами, тогда показания по кардиостимуляции даются. Если нет, тогда мы рекомендуем изучать документацию, весьма агрессивную документацию по бардикардии или симптомоспетифическим заболеваниям. Здесь мы рекомендаем, по рекомендации кардиостимуляции, пациентов с персистентной бардикардией. Опять же, это то же самое, что говорил в предыдущих докладчик. И в основном мы рекомендуем при синусовом заболевании, и кардиостимуляция показана, когда симптомы связаны с бракетией, пока примере на уровне В. То есть у нас нет значительного испытания с контролем, благодаря чему мы можем достигнуть уровня А. Гораздо более низкая градация – это 2Б на уровне С. Это заболевание синусового узла, когда у пациента могут иметь показания, когда симптомы возможны являются бардикардии, хотя нет документального подтверждения. И есть еще очень важное противопоказание кардиостимуляции, когда пациент асимптоматичный или у него есть обратимые причины. При приобретенном АБ-блоке вы видите, что кардиостимуляция показана при второй или третьей степени АБ-блока типа 2, независимо от темного, самый высокий уровень рекомендации 1. Но у нас нет никакого перспективного радиоземного контрольного испытания, которое бы это подтвердило. Затем у нас есть блок АБИ, и затем вы опять видите вторую степень типа АБ-блока, где симптомы находят на уровне интралинфра, и таким образом необходимо проводить электрофизиологические исследования. Теперь давайте посмотрим на перемежающиеся задокументированные бардикардии, если вы увидите заболевание синуса узла и задокументированные бардикардии в связи с блокадой синуса. И перемещающийся пароксизм является показанием, включая вторую или третью степень АБ-блока на уровне 1. Что касается систонической синкопии, то показания для пациентов в возрасте более 40 лет с рекуррентной непредсказуемой рефлексной синкопией и в связи с блокадой или с комбинацией того и другого. И имплантация в этом случае очень важна. И асимптоматически, включая блокадость синуса суда, должна учитывать историю синкопии и документация более 60 секунд. И также очень важно, это также изменение по сравнению с тем, что у нас было ранее при синкопии. Я хочу подчеркнуть, что только первый слайд, первые рекомендации показаны пациентам с преобладающим синусом с синдромом и непредсказуемой синкопией класса А и Б. Это категория пациентов, действительно, несмотря с отсутствием рандомизированных контрольных испытаний, у нас есть много информации в литературе по пациентам синусной синкопии. И я думаю, что, может быть, когда мы получим дополнительную информацию, ситуация изменится, наблюдается значительное снижение в чистоте синкопии в группе с кардиостимулятором, спейсмертингом. Но у многих пациентов наблюдаются рецидивы, несмотря на лечение. И действительно, это очень важно, показать клинические перспективы нового руководства. Но решение имплантировать кардиостимулятор должно принимать в условиях благоприятных условий. Но необходимо объяснить пациенту, что этот синдром не влияет на выживание, это только лечение, которое улучшает качество жизни. И рецидив синкопии может встречаться до 20% случаев. Вы должны сказать об этом пациенту, чтобы он там знал. Зачем алгоритм для пациентов с необъясняемой синкопией? Это примерно 2%. Действительно, здесь есть группа пациентов с фракцией выброса менее 35. И в нашем руководстве вы видите, что мы выступаем за CRTD, дефирилятором, если морфология имеет какие-то определенные характеристики. Или же, наоборот, при фракции выброса в этой популяции необходимо учитывать эту популяцию и давать кардиостимулятор только если есть положительные электрофизиологические исследования. Если у вас есть какие-то сомнения с точки зрения электрофизиологических результатов, тогда вы должны думать об имплантации. Если результат положительный, тогда даются показания по введению кардиостимулятора. Иначе вы просто наблюдаете за пациентом. А теперь выбор метода кардиостимуляции. Очень важное изменение в том факте, что мы рекомендуем кардиостимуляторы ДДД, а не однокамерные ПЦД стимуляторы. Неважно, AI они или VVI. И опять же, есть две крупные категории при заболевании синусного узла. И, пожалуйста, в этом случае у вас может быть персистентное или перемежающее заболевание. И опять же, чаще мы выбираем ДДР плюс ЭВИ управление узлом или алгоритм управления ЭВИ, а не AI. Для блока ЭВИ, как вы видите, опять же, мы различаем персистентный и перемежающийся. И здесь заболевание синусного узла или же его отсутствие, или перманентная фибрилляция предсердия. Как вы видите, при фибрилляции предсердия единственная категория пациентов, которые мы рекомендуем однокамерный кардиостимулятор для этой группы пациентов. А иногда, в других случаях, мы всегда рекомендуем ДДР. Давайте перейдем к ресинхронизационной терапии. За последние 25 лет ресинхронизационная терапия, ресинхронизирующая терапия, исследовалась в различных условиях, исследованиях. И данные говорят о том, что фактически ресинхронизирующая терапия – это один из наиболее могущественных методов терапии, которые позволяют фактически избежать обратного ремоделирования. Это показывает данные по исследованию, которые показывают, что до 5 лет наблюдается обратное ремоделирование. И это даже чаще встречается, чем в рамках других исследований с бета-блокатором. Поэтому фактически это очень хорошая терапия, которая связана с обратным ремоделированием. Что касается обратного ремоделирования, то значительно снижается уровень госпитализации. Неважно, это класс 3, 2, 4 или 2, какая популяция пациентов. В связи с этими важными моментами наблюдается также значительное снижение смертности. Это снижение смертности также значительное, по крайней мере, на 20% в классе 2 или в классе 3 в этих популяциях. И, наконец, это очень экономически эффективный метод по сравнению с другими терапиями или введением заболеваний. Фактически, действительно, на этом основаны наши знания и изменения в руководстве. Одновременно, за последние 3-4 года, мы узнали, насколько важно не только, как мы полечили дополнительные значения, а в морфологии. Как вы видите на этом слайде, совершенно ясно разделено улучшение при госпитализации, уменьшение госпитализации, ну и также по смертности, по выжимаемости цифролучия у пациентов, у которых нет этого уровня. Что еще важнее, в настоящее время мы понимаем, что мы можем определить прогностические клинические аспекты и также СИЧИ для фенотипа пациентов, которым это лечение наиболее полезно. Например, если у пациентов ширина более 50, особенно если это женщина, и если нет ишемической миопатии, то вполне возможно будет значительное моделирование. И этим пациентам это наиболее полезно с точки зрения ремоделирования, также с точки зрения выживания. Допустим, если у пациента есть ишемическая миопатия, есть вероятность того, что это будет для него полезно, но, тем не менее, происходят какие-то извинения. Конечно, если отсутствует реакция, и, допустим, если наблюдался определенный рост госпитализации и смертности у некоторых пациентов. Таким образом, показания CRT у пациентов с синусовым ритмом, потом я расскажу вам о фибрилляции предсердий, таким образом, при уровне 150 рекомендовано пациентов с сердечно-недостаточной при фракции выброса ниже 35%, которые находятся в функциональном классе 2 и в классе 3 и 4. Итак, этот блок с реставрацией восстановления до 120, до 150. Также это могут быть показания на уровне доказаний. В настоящее время это B по сравнению с предыдущим уровнем. И при отсутствии блокады, и здесь мы говорим о нарушении спроводимости, у них гораздо меньшее показания к CRT, но, тем не менее, это показано. И, конечно, противопоказания CRT при уровне менее 120. Для перманентной фибрилляции предсердий, пожалуйста, учтите, что в фибрилляции предсердий, мы не имеем никаких клинических испытаний, которые дают нам какие-то конкретные рекомендации, которые показания к CRT даются, когда очень широкий комплекс со снижением фракций выброса наблюдается. То есть нет никакого ограничения с точки зрения морфологии, потому что у нас нет никаких данных. Но важен также тот факт, что абляции должны быть добавлены в случае. Вы должны каким-то образом держать на CRT пациента с перманентной фибрилляцией предсердий. И это график, который здесь показан. Вы видите, что сердечные недостаточные классы 3.1 и фракции выброса менее 30-30%. CRT показано, но, опять же, в случае обязательно абляция ВИЧИ. И если здесь уровень меньше 20, мы не достигаем контроля, то это не показано. И ЭВИ Чанкчен не показано. И здесь блок ЭВИЧИ, абляция и CRT. Итак, мы переходим к CRT от ICD и от кардиостимулятора. Это рекомендуется. Опять же, это очень важно. Это также изменяет наше понимание. Но, наконец, давайте перейдем к оптимальному методу кардиостимуляции у детей. Это, в общем-то, не большая популяция, но это очень важная группа пациентов, потому что в течение всей жизни они будут получать эту кардиостимуляцию. Это новая рекомендация. Поэтому у нас есть два типа с бридокардии и десинхронии. И когда у вас есть десинхрония, мы обычно, даже при полной блокаде, мы даем кардиостимуляцию левого желудочка или CRT. Это очень важное изменение. В руководстве, наконец, мы рекомендуем использовать МРТ при пациентах с имплантированными приборами. Это возможно только для пейсмейка, потому что в настоящее время МРТ нет приборов, которые совместимы с CRT, но при кардиостимуляции мы это рекомендуем. Ну и, наконец, очень важно дистанционно управлять аритмией, потому что это помогает нам обеспечить лучшее качество жизни и также предотвратить катастрофу. Я бы хотел, опять же, поблагодарить вас всем за ваше внимание и поблагодарить организаторов за то, что меня пригласили выступить здесь сегодня и представить вам новое руководство. Я призываю вас прочитать это руководство, выйти на этот сайт и прочитать это руководство, потому что это очень интересное чтение. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...